Уважаемые коллеги, доброе утро. Мы приветствуем наших сотрудников, наших коллег, наших гостей на нашем форуме, посвященном современным взглядам на лечение меланомы. Уважаемые друзья, проблема, конечно, очень актуальна для онкологии. Актуальна еще не только потому, что все знают, что это относится к группе очень злокачественных заболеваний и встречается нередко. В России более 6 тысяч заболевает в год и умирают более 2 тысяч пациентов. Но интерес вызывает, вы посмотрите в нашей аудитории, ведь специалисты самых разных направлений сегодня собрали здесь. С одной стороны и хирурги, а с другой стороны специалисты, которые занимаются фундаментальным исследованием, потому что сама болезнь очень неоднородная. И там есть такие проблемы, которые позволяют нам надеяться на какие-то прорывы в этом направлении. По крайней мере, мы все знаем ситуацию, когда был эффект от какого-то лечения. Мы знаем, что опухоль иммунозависимая. Мы разрабатываем вакцины, есть какие-то наработки. Это с научной точки зрения, а с практической точки зрения особый интерес к этой проблеме проявляют и хирурги. За три года мы провели два совместных совещания с хирургическим обществом Санкт-Петербурга и онкологическим обществом, которые были посвящены проблемам меланомии. И мы убедились, какой большой интерес хирургов к этому. И, к нашему сожалению, на этих наших совещаниях мы, онкологи, не могли достаточно четко, внятно, так как просили нас, хирурги, дать им рекомендации по хирургическому введению, по тактике и так далее. Поэтому, конечно, интерес есть большой и очень приятно, что мы здесь все собрались. Хотелось бы поблагодарить организаторов этого форума, прежде всего, Светлану Анатольевну. Спасибо нашим коллегам из центра Лохина, Иву Вадимовичу персонально, он курирует это направление, он всегда активно принимает участие в этих мероприятиях. Хотел бы поблагодарить тех, кто нам также организовали финансово, это фирма Бристон Майерс, это РОЖ. Ну и вообще хотел бы сказать, что все наши мероприятия научные очень находят поддержку наших друзей и фирм. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы наше сегодняшнее мероприятие прошло плодотворно, чтобы все почувствовали, что мы собирались не зря, чтобы наши гости почувствовали доброе отношение Петербурга к вам. Спасибо, спасибо всем. Спасибо, Алексей Михайлович. Теперь, уважаемые коллеги, переходим непосредственно к нашей рабочей сессии. И слово представляется профессору Демиду Вадимовичу. Я еще покажу. Для вступительного слова, а также для доклада «Меланома кожи. Состояние проблемы в России». Спасибо большое. Алексей Михайлович, спасибо за добрые слова. Понемногу и в этом и минус. нашего фокуса, что называется, на эту болезнь. Но самое интересное, о чем я хочу сейчас вспомнить, это то, что много лет назад с «Меланомы» вообще начинались клинические исследования в онкологии. «Меланома» и «Рак молочной железы» – две опухоли, которые больше всего интересовали специалистов. И были созданы профессиональные такие общества, в частности, меланомная группа ВОЗ, в которой самое активное участие от Советского Союза принимали два центра и два человека. Один – это Роберт Иванович Вагнер из Ленинграда тогда, из института Петрова. Другой – это Николай Николаевич Трапезников из онкологического центра. Было это в середине 60-х. И тогда не было никаких клинических исследований в онкологии вообще. И вот первые исследования по отступам, по необходимости лимфодиссекции с участием Советского Союза вот этих двух центров было получено очень большое количество материала клинического пациентов. Одним словом, были выпущены первые публикации на тему того, как нужно подходить и что нужно делать. То есть роль и заслуга упомянутых мною и институтов, и людей, они были неоценимы. Сегодня, конечно, мы живем в другом совершенно уже пространстве. Мы живем в этих клинических исследованиях, и нас ничего не удивляет. У нас есть контактные организации, которые нам это помогают делать. Тогда было не так. Тогда мы сами доставали конверты, раскрывали их там и рандомизировали пациентов. Одним словом, я просто хотел бы этим самым подчеркнуть то обстоятельство, что в Петербурге, в Москве были исторически два такие центра, которые занимались этой проблематикой. И это очень важно, потому что сегодня, когда я говорю о том, что у нас не хватает именно этих точек, которые могли бы фокусировать проблему, очень важно находить вот таких соисследователей, которые бы понимали проблему так тонко, как нужно ее понимать. И поэтому я перейду непосредственно к тому, о чем я хотел бы сказать. И слайды я сам могу переключать, да? И куда мне надо смотреть, чтобы их переключить? Можно на экран, можно на ту штучку? Нет, нет, туда. Можно там-то. Да? Ну, хорошо. А я, может, сейчас одну секундочку. Дело в том, что мы никогда, если мы говорим о России, не можем говорить исключительно о России. Нам нужно что-то в сравнении. Вот на этом, в частности, что вызывает у меня желание прокомментировать, это то, что, например, в Соединенных Штатах Америки меланома стоит пятой по списку. Пятой как у мужчин, так и у женщин. А у нас, в нашей статистике, она не входит в первую десятку вообще. Вот я знаю, что в Питере это несколько лет назад был показатель, то, по-моему, 13-е или 12-е место. И Москва, и другие регионы России могут быть еще и на более низких местах. Поэтому, так ли это у нас? Я думаю, что ситуация у нас, если бы мы имели бы раннюю диагностику, тоже была бы другой. Но ранней диагностики у нас нету. Поэтому мы довольствуемся тем, что приплывает в руки онкологов, в онкологические учреждения, и сами не выходим вперед, что называется, в народ. Этот слайд показывает тенденции, которые сегодня существуют. А тенденции таковы, что эта болезнь стала очень распространенной. Настолько распространенной, что цифры просто огромные. Вот в Соединенных Штатах Америки это 30, а было 15-20 лет назад. Ну, конечно, только белое население, потому что те вот нижние кривые, они показывают, что никакого роста заболеваемости среди других рас нету. Только белое население. Это заболеваемость. Но самое интересное, что смертность не растет. Смертность не растет. Это говорит о том, что люди выздоравливают, они не умирают. От чего они выздоравливают? От того, что их правильно лечат или от того, что раны диагностируют? Скорее, второе. Ранняя диагностика. И поэтому, поэтому, а что у нас? А у нас есть тоже наша собственная статистика. Ну, что-то он как-то не очень меня слушает. Через раз. Наша статистика, которая говорит, что вот за 10 лет, которые мы можем увидеть, мы видим этот рост, мы видим этот прирост. Конечно, наш показатель сегодняшний 6, это не 30, но 6 все-таки свидетельство того, что у нас заболеваемость растет. И если бы мы имели возможность ранней диагностики, то этот показатель мог бы быть в районе 10. Потому что у всех стран, которые близки к нам, европейских стран, этот показатель, пусть не так, как в Соединенных Штатах Америки, 30, но он достигает 15, 17, 20. Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, везде одинаково. Только у нас. Только у нас и у наших бывших соседей, белорусов, украинцев, у них то же самое, как у нас. То есть нигде нет ранней диагностики, и показатель такой. А где она есть, показатель совершенно другой. Задумаемся, да? Ну вот. И смертность у нас растет. Она у нас растет. То есть у нас, если мы говорим, что заболеваемость ежегодная больше 8 тысяч, то 4 тысячи или 40 процентов мы теряем пациентов. А американцы теряют совсем немного. 11 процентов у них умирает от общего числа. Я, кстати, хочу сказать, что все равно у нас в России ситуация потихонечку начинает выравниваться. Появляется все-таки понимание того, что это болезнь, которая не поддается так легко лекарствам. И если она запущена, то и со скальпелем уже не угнаться. А то, что ранняя диагностика может спасать, это формируется у нас такое представление. Поэтому мы все-таки какой-то путь проходим в правильном направлении. И я считаю, что непонятность остается вот только в чем. А кто должен ей заниматься этой ранней диагностикой? Онкологи, драматологи, терапевты. Ведь пациент или, скажем так, условно здоровый человек ходит к разным врачам. Эти разные врачи делают разные процедуры, аускультируют, слушают, смотрят на спину, представляют там прибор, видят родинки всякие. Никто на это не обращает внимания. И поэтому это большой вопрос. Я считаю, что на самом деле онкологи не должны отдать это сразу любой дисциплине. Вот это было бы, наверное, неправильно. Потому что внутри тех дисциплин нету понимания проблемы. И сначала нужно, чтобы произошел некий контакт, ну, например, с теми же самыми драматологами, который бы позволил среди самих драматологов найти тех, кто занимался бы этой проблемой. И сделать это логистически верно. Иначе вот как с днем меланомы, который проводится драматологами, будет не совсем ясная ситуация. Потому что в масс-медиа заявляется о том, что в очередной раз в России проходит, в очередной раз многое выявляется. Но когда я спросил драматологов, а сколько же выявляется, мне было сказано, что все данные уходят в Европу. Потому что это день европейский, и отчет идет в Европу. И, мол, они сами не могут дать этих данных, да? И нету ни одного доказательства вообще, что они выловили эту меланому. Потому что нет никакого морфологического заключения, ничего нету. Это, конечно, очень сильно удивляет. Ну ладно, это не об этом сейчас, не только об этом сейчас разговор. А разговор еще и о том, что если мы посмотрим на структуру диагностики локальных стадий заболевания, мы увидим, что вот этой первой, там, А и Б, ее не так много, около 30%. Второй много, больше 40%. Ну и не так уж и мало и метастатических стадий, в общей сложности их будет порядка 25%. Конечно, это не очень хороший показатель, но что поделаешь, такой он есть. А вот что важно, что важно, ведь вот первая и вторая стадии, это стадии локального процесса, да? То есть, это локальная опухоль, которая не дала еще метастазов. И на нее, в принципе, приходится основной процент диагностируемой меланомы. Но вторая стадия, будучи вроде бы не метастатической, на самом деле является очень неоднородной. И все-таки я не понимаю, куда надо стрелять. Но это не то, это не то. Я куда-то перелетел. Где она? Она является неоднородной. Бог с этими слайдами, можно рассказать и без слайдов. Потому что он не слушает, реально. Я нажимаю одну кнопку, он идет в другую сторону. Кто-то может сделать так, чтобы это повиновалось. Вторая стадия, вторая стадия, которую мы имеем больше всего, да? Вот, наконец. Все стадии имеют разброс по прогнозу. Ну, первая стадия хорошо лечится. До одного миллиметра, это имеется в виду первая А стадия. Хорошо лечится и вылечивается аж почти на 90%. Первая Б стадия уже хуже. Она вылечивается процентов на 80, но может этот показатель упасть и ниже. До 60 с небольшим процентом. Это зависит уже от морфологических особенностей, которые в том числе включают изъязвление опухоли. И они находятся в системе ТНМ. Надо правильно это все делать, и тогда все будет известно. А вот вторая стадия, которая начинается ниже, она вообще уже неизлечимая болезнь. Неизлечимая, потому что здесь процент излеченности может опускаться до 30. А на 70% это неизлечимые больные пациенты, у которых еще нет метастазов, но которые имеют первичную запущенность в силу того, что они либо пришли поздно, либо, я не знаю, там много причин мы можем найти. Кстати говоря, мы вот сейчас проводим такое популяционное исследование по России. И вы, питерцы, тоже принимаете участие в этом. У нас в ближайшие, наверное, месяцы появятся эти данные. Почему, что происходит с российским пациентом, почему он так долго где-то ходит или упорно не хочет приходить и сдаваться. Ну а здесь, на самом деле, я просто хотел продемонстрировать. Здесь просто иллюстрация того, каким образом прогноз отличается. То есть, если мы говорим о том, что толщина опухоли меньше миллиметра, а есть такие прогностические программы, их легко найти и посчитать, вашего пациента, обсчитать, то здесь, значит, мы видим очень высокую цифру для этого пациента. Но если речь идет о том, что... Ну тут надо снайпером быть. Даже не пойми ваш... Попал. А если речь идет о том, что толщина увеличилась значительно и превышает порог 4 миллиметров, то происходит совершенно уже неисправимая ситуация. Кстати говоря, у нас вот по данным онкологического центра средний показатель толщины среди наших пациентов превышает цифру 5 миллиметров, да? Я думаю, что он и по России также уверенно превысит эту цифру. Поэтому, грубо говоря, толщина вот такого уровня – это для нас очень стабильная ситуация. И, соответственно, пациент, который к нам пришел, он уже неизлечимо болен, при том, что у него нет клинически никаких метастазов. Но его невозможно спасти, и это произойдет с ним в ближайшие 2,5-3 года. Конечно, клиническая диагностика, зрелая меланома, очень проста. То есть, когда она вот такая, мы все понимаем, что это уже что-то такое, что, по-видимому, точно есть неблагополучная какая-то опухоль или ситуация. Когда есть вот такая картина смешанная, то есть вроде бы что-то плоское по своему характеру, но есть какие-то зоны просветления, которые каждый по-своему классифицирует. На самом деле это известный факт о спонтанной регрессии, частичной, правда. То многие, особенно не онкологи, да и онкологи тоже, они не воспринимают это как что-то опасное для здоровья, потому что они не видят здесь, скажем так, упрощенно какого-то надулярного образования. Вот если образование плоское, на него никто не обращает внимания. Если образование в виде горошины, то на него всегда обращают, говорят, ты лучше удали. А там фибропапиллома, ты лучше удали. Или же, а ты лучше не трогай, потому что не дай бог. То есть, очень много мифов. Мы в нашей работе пользуемся, конечно, дерматоскопией. Даже, я бы сказал, увлекаемся этим. Но относительно дерматоскопии могу сказать, что это тоже имеет свои показания, а не просто все надо подвергать этому методу. Вот я считаю, что самое лучшее место дерматоскопии – это помощь в диагностике плоских образований, а не экзофитных. Потому что экзофитное образование легко понять, это меланома уже надулярная, или это просто такая патология, которая даже никогда и близко не подойдет к меланоме. А вот плоские образования – это очень серьезно, потому что это та самая упущенная ранняя диагностика. Поскольку в каких-то случаях это действительно развивающаяся меланома. Есть разные алгоритмы, которые используются теми, кто занимается дерматоскопией. Но я считаю, что самым для нас важным должен быть самый простой алгоритм, когда мы учитываем всего лишь три фактора. Это асимметрия и атипичная сеть, плюс бело-голубые структуры. Ну вот здесь совершенно видно, вы видите, что все это есть на месте, поэтому здесь речь идет о естественной меланоме. А я не переключал, вы сами уже переключаете, да? Интересно. Ну ладно. Здесь еще один пример. Еще один пример. На самом деле вот фотография, которая внизу, это же обычная макрофотография, она тоже, в общем, говорит о неблагополучии, но многие могут не увидеть в этом образовании неблагополучия. А если посмотреть, ну, с помощью вот дерматоскопического усиления, 40-60 раз усиливается, то мы видим структуры, которые однозначно говорят о том, что это не просто плоское образование, а это уже меланома. А если мы посмотрим вот на это образование, мы в правом верхнем углу, мы видим макроизображение. Мы можем сказать, что-то тут нам не нравится, какие-то вот эти вкрапления. То есть мы, если мы специалисты, мы можем подозревать, подозревать то, что здесь есть начальная стадия меланомы. Но если мы смотрим в дерматоскоп, мы этого не видим совершенно. И мы тут же успокаиваемся, говорим, вам даже и операцию делать не надо, потому что у вас нету самого важного компонента. Это вот бело-голубых структур, которые отражают, они отражают инфильтрацию, лимфоидную инфильтрацию, которая очень является важным критерием в ходе развития меланомы. Она фактически, практически всегда сопутствует ей, и поэтому всегда появляется как очень важный признак. А в его отсутствии мы видим просто обычную, обычную пигментную сеть и асимметрию. Вот асимметрия, которая ничего не значит сама по себе, она значит в совокупности с другими вещами. Это важно понимать. Ну, это еще один признак. Идем дальше. Вот очень важно, мы иногда любим подчеркивать, что меланома бывает беспигментной. Действительно, такие случаи бывают. Вот насколько всегда она абсолютно беспигментная, для этого нужно делать морфологические специфические окраски, и тогда и пигмент найдется. Но вот на этом, значит, исследовании дерматоскопическом мы видим другое, что очень важно. Это здесь, конечно, наверное, качество... А я не... Что такое? Я же не переключал. Речь идет о сосудах. То есть не важно, что нет пигмента. Важно, что есть шпилькоподобные сосуды, которые вот стрелочками указаны. Вот такие сосуды говорят о том, что это неблагоприятная ситуация. И что здесь, как минимум, нужна биопсия образования. Поэтому это помогает в решении вопроса о том, что, когда мы не видим в образовании пигментное, решить, тем не менее, это в пользу меланомы. Здесь еще один такой же вот пример. Только сосуды имеют другую форму. Ну, моя цель ведь не обучение сегодня дерматоскопическим всем этим мелочам очень важным. Моя цель сказать вот о чем. Что по какой же причине у нас меланома является, я бы так сказал, немного заброшенной и стоящей в стороне. Потому что нету вот той масштабности, которая должна быть в отношении этой опухоли, какая является или какую мы наблюдаем в отношении рака молочной железы, рака легкого. Ну да, действительно, это наши гиганты. Они составляют очень большой процент в структуре заболеваемости. Но я подчеркиваю, что если мы стали бы заниматься ранней диагностикой, то эта болезнь войдет точно в десятку. Даже если мы не будем этого делать, она все равно войдет, потому что тренд увеличения заболеваемости, он существует. И пусть это будут плохие показатели, но этот тренд, он выведет эту болезнь в 10 в ближайшие годы в нашей статистике. А что на этом слайде? На этом слайде интересно, показаны вложения капитальные в исследования меланомы по данным Национального института рака Соединенных Штатов. И что вот тут цифры 10%, примерно 10% идет в качестве инвестиций в раннюю диагностику. Мы сами, наверное, не знаем, сколько у нас процентов, наверное, никаких процентов у нас нет. Но есть, в принципе, примеры, которые достойны того, чтобы на них обращать внимание. Вот. Поэтому это то, что я хотел для затравки сказать. Ну и поскольку мы все-таки встречаемся нередко, я думаю, что во многом мы будем сегодня повторять то, что друг другу, то, что уже хорошо знаем. Но условия конференции таковы, что повторение – мать учения. Так что давайте будем и повторять, и, возможно, услышим что-то новое, чего мы не знаем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ